В конечном концерте будет звучать музыка выдающегося композитора 20 века Дмитрия Шестаковича. Жизнь Шестаковича была полна драматических событий и внезапных поворотов судьбы. Оценки его творчества были полярно противоречивы. Он то подвергался неслыханно резкой критике, то был отмечен высочайшими правительственными наградами и званиями. Уже в 17 лет юный пианист и композитор был назван в печати гением. Его первую симфонию стремились исполнить многие выдающиеся дирижеры мира. Но его опера, написанная всего через 10 лет, «Леди Магрид» у Луцарского уезда, была признана сундуром вместо музыки, образцом какофонии и аполитичности. Четвертая симфония 25 лет ждала премьеры, а тринадцатая была запрещена после первых исполнений. Вместе с тем, седьмая ленинградская симфония была признана художественным символом сопротивления фашизму. Его песню «Родина слышит» пет в космосе первый космонавт планеты, а самому композитору были присвоены звания народного артиста СССР и героя социалистического труда. Столь же неожиданной оказалась участь иных сочинений Шестаковича после его смерти. Были впервые исполнены многие запрещенные или вовсе неизвестные произведения, например, «Антиформалистический район». В то же время отдельные прежде популярные и часто звучащие опусы нашли в тень. Можно было бы с уверенностью думать, что беспосвратно, но в последние годы они вновь появились на концертной эстраде. Среди забытых в постсоветское время были и десять поэм, по словам революционных поэтов XIX и начала XX века, которые и прозвучают сегодня. Хоровые поэмы были написаны в марте 1951 года. Как говорил сам Шестакович незадолго до премьеры сочинения, десять поэм для хора объединены одной темой. Это революция 1905 года. Не знаю, в какой степени мне удалось передать только кофе, но в музыке не могло не отразиться то громадное впечатление, которое всегда производила на дня русская революционная песня. Обращение Шестаковича к сюжетам первой революции не было неожиданным, поскольку он сам происходил из семьи революционеров. Его предки были сосланы в Сибирь за антиправительственную деятельность при царе. Здесь же можно вспомнить и известные в 1930-е годы фильмы «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Купородская сторона», «Великий гражданин», «Человек с ружьем», в котором Шестакович писал музыку. Эта же историко-революционная линия творчества нашла в последствии продолжение в 11 и 12 симфониях и позднее в вокально-симфонической поэме «Казнь Степана Разина», которая прозвучит во втором отделении концерта. Но не будем забегать вперед. Для своих поэм композитор одобрал стихотворение малоизвестных авторов. Имена Леонида Радина, Аркадия Коца, Евгения Тарасова и Алексея Гмырева надо признаться, ничего не говорили читателями середины прошлого века, как ничего не говорят и нам сейчас. Но большинство из них вообще не являются профессиональными литераторами. В пор подъема революционного движения они пользовались политическим словом как средством агитационной борьбы. Возможно, именно искренность и документальная подлинность этой поэзии привлекли Шостаковича. В десяти поэмах Шостакович мастерски использовал широчайший круг выразительных средств. Интонации и ритмы революционных рабочих гимнов и песен. Тюремные и каторшные песни, протяжные русские крестьянские песни, молитвы, речитативы, романсы и колыбельные. Это позволило создать многомерную панораму эпохи. Как говорил он сам, передать дух эпохи. Произведение написано в форме хоровой сюиты. Цикл состоит из нескольких групп хоров, объединенных одной образной сферой. Светлая гимническая песня «Смирей, друзья!» на слова Радина является эпидографом ко всему циклу, своеобразной поэтически-музыкальной заставкой. Вторая поэма «Один из многих» на текст Тарасова открывает собой малый цикл хоров о судьбах русских революционеров. Следующий, третий номер, ярко-контрастный. «На улицу» своего рода это агитационный плакат «Призыв к революции». Пятая поэма «Казненный» на словах Гнырева завершает малый цикл хоров о судьбах революционеров. Это скорбная эпитафия погибшей. Драматической кульминацией цикла является шестая поэма, девятая января, на стихи Хоца. Захватывающей мощью музыка воссоздает самый страшный эпизод первой русской революции, получившей название «Кровавого воскрестения». Это массовый расстрел мирно-народной демонстрации перед земным дворцом в Петербурге. После, как скромная эпитация памяти погибшим на баррикадах, звучит седьмая поэма «Смолкный залп запоздавлен» на стихи Тарасова. Восьмой порт «Они победили» на словах Гнырева негодующее обличение врагов революции. Она проникнута гневным ораторским пафосом. Восьмая поэма логически завершает основную драматургическую линию цикла. Однако позднее композитор написал еще две поэмы, сверхсветлого радостного характера, первая из которых «Майская песня» и будет исполнена. Итак, еще раз перечислю названия поэм, которые будут звучать. «Смелей, друзья», «Один из многих», «На улицу», «Казненным», «Девятый января», «Смолкный залп запоздалый», «Они победили» и «Майская песня». На сцене – хор студентов Уральской консерватории. Руководитель и дирижон, заслуженный артист Российской Федерации, профессор Владимир Завадский. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ